добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики буквально вчера выложил ролик по теме зарядного устройства выпил 15 и уважаемые подписчики сделали мне замечание что замер был сделан несправедливо показатели были взяты несправедливо без отстоя да я целиком полностью согласен с этим замечанием давайте попробуем исправить эту ситуацию и сделаем батарея отстоялась до утра отстояла 16 часов и давайте сделаем повторный замер уже после отстоя чтобы как бы расставить точки над и опыт необходим не только вам но и мне поэтому будем делать все предельно честно и справедливо значит вот эти показатели были итак давайте сделаем замер мы вчера закончили работу с этой батареи с этим брала с этим броварием из-за того что показатели у нас не изменились за 6 там или 7 часов работы так давайте сделаем замер теперь после отстоя так чтобы у нас все было предельно честно но как видим после отстоя показатели у нас изменились еще и худшую сторону так 45 процентов это четвертый замер 45 процентов посоху 323 пусковой и сопротивление 8 57 8 57 вот надеюсь видно так ну-ка давай-ка лови фокус надеюсь видно да друзья что показатели ухудшились хотя они в принципе после отстоя должны улучшаться так давайте сделаем замер следующие батарейки друзья все замечания если они по делу я принимаю мне нравятся комментарии в которых которые продуктивные которые предлагают какие-то решения но только не такие как посмотри другой канал там вот есть чуваки которые шарят в отличие от тебя эти замечания я не принимаю и такие советы и рекомендации я как говорится на одном месте видео так обычная 515 ну вот эта батарея эта батарейка у нас явно улучшила свои параметры по отношению с тем что были вот смотрите 82 процента по слуху вчера у нас в конце работы было 68 и так 468 ампер пусковой ток 468 ампер пусковой ток и напряжение 1297 1297 так сопротивление 590 сопротивление так же уменьшилось ну в принципе в принципе в принципе наверное зарядному устройству и зарядное устройство имеет место быть но опять же двояко на той батареи ухудшится улучшились параметры на этой батареи параметры улучшились поэтому вот именно поэтому я всегда говорю буду говорить что нет двух одинаковых батарей из каждой батареи нужно работать персонально вот это зарядное устройство на котором из всех показателей только один светодиодик красная лампочка либо красная либо зеленая этого явно недостаточно чтобы промониторить работу с батареей ну как предзарядное и для основного заряда в принципе это устройство можно использовать не подумайте что я переобуваюсь что мое мнение поменялось мое мнение однозначно что это плохое зарядное устройство и оно не стоит своих денег ну как бы оно работает работает спустя рукава поэтому друзья окончательное решение конечно за вами я бы его как основное устройство брать не стал а а так предзарядное вот оно у меня есть я его приобрел все таки если мой совет моя рекомендация все таки если приобретать зарядное устройство лучше немножко доплатить и взять все таки пятьдесят седьмой вымпел в котором есть все необходимые настройки для того чтобы произвести полный заряд батареи в принципе такой же результат был бы у нас предсказуем и на пятьдесят седьмом вымпеле без тридцати часовой долбиловки ну вот здесь вот эта долбиловка принесла результат а а набрали набрали результат наоборот просил ну можно это с как бы скинуть еще на погрешность прибора иногда замеры различаются между собой что там два три замера сделать и на одну точку там сорок пять сорок шесть бывает на два процента требовать от этого будем так говорить копеечного прибора каких-то феноменальных феноменально точных показателей нам тоже не стоит вот примерно то что я хотел сказать в этом ролике делать выводы вам уважаемые подписчики пишите комментарии пишите свои замечания я открыт диалогу по поводу источников ибп источников бесперебойного питания по сульфатации сделаю отдельный ролик но для этого хочу заказать с алиэкспресса несколько вольтметров чтобы это было чтобы мы делали эксперимент не на интуиции на какой-то а именно по показателям прибора исходя из этого чтобы делать вывод но на самом деле на самом деле простое бывает на неделю ставлю бывает на 3-4 дня аккумуляторы и аккумуляторы на самом деле улучшают свои характеристики постараюсь запилить ролик по буферному отдельно по буферному заряду на кулонах на 57 вымпевах также на 37 вымпевах напишите в комментариях есть интерес к этому нет и постараемся поработать уже непосредственно с зарядными устройствами в режиме именно буферном режиме так то на этом ролик заканчиваю хочу пожелать всем добра удачи здоровья и мирного неба над головой берегите свои батарейки всем пока друзья уже как бы попрощался с вами сказал вам до свидания ну а теперь скажу вам опять здравствуйте решил сделать небольшое дополнение к этому ролику решил замерить все таки я ток импульса этого зарядного устройства без этого то наш то ли обзор то ли полуобзор был бы неполноценным вот смотрите что у нас получается вот с таким током у нас заряжает наш вампилок вот с таким но ведет он себя довольно таки интересно такого я ни разу не встречал чтобы вот такие короткие импульсы были до заряда при включении мультиметра или мультиметра вот такая появилась интересная особенность и напряжение у нас на батарейке 13 8 вольт вот это вот такой полноценный буферный заряд но почему-то с включением в промежуток в разрез амперметра довольно таки интересно интересно такое за этим зарядником раньше не замечал ну давайте промониторим это дальше если вот такой буферный режим то конечно он должен гораздо больше принести реальной пользы 13 8 и вот такой с таким током напишите в комментариях что это может означать либо дополнительная нагрузка в виде мультиметра так подействовало повлияло вот таким образом мы подключили разрез либо либо что-либо напишите в комментариях в начале ток был на этой отстойной батареи в начале 0,3 ампера и вот как видим сейчас догреб до 0,15 миллиампер давайте 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 отключу запись и не проследим за этим приборчиком дальше интересно интересно кошки кошки давайте остановим запись и сделаем следующее включение при падение при падении номинальных падениях тока приехали клиенты и пришлось отключить мультиметр от нашего кролика и при подсоединении напрямую это зарядное начало работать опять в том же режиме то есть вот такими импульсами но импульсы уже не 14,7 вольта а вот давайте посмотрим 14,6 проработал где-то почти два часа и ток упал до 0,1 миллиампера то есть сейчас давайте попробуем подключить опять вот так вот в режим амперметра бляха муха давайте я подключу наверное а потом включу запись ну вот подключил амперметр и как видим сейчас ток у нас уже в таком правильном буферном режиме 0,74 миллиампера 0,7 и вот такими вот короткими подмаркиваниями вымпел пытается нам подсказать что он продолжает работать с этой батареей друзья вывод конечно неоднозначный думаю что устройство нужно немножко доработать доработать закажу вольтметр амперметр с алиэкспресса алиэкспресса видимо вот такой режим более правильный буферный когда держит постоянно 13,8 вольт и в этом режиме эффект достигается гораздо лучше больше закажу вольтметр амперметр скорее всего нужен какой-то шунт необходим какой-то шунт сейчас у нас в роли выступает амперметр для сглаживания этих ударных импульсов которые с 13,8 до 14,7 в принципе это тоже можно оставить поставить дополнительный тугле но я так думаю это мои мысли что думаете вы уважаемые подписчики давайте подумаем вместе доработаем это устройство закажу парочку вольтметров амперметров в одном флаконе и попробую вкорячить в этот корпус ну ладно это будет тема отдельного ролика теперь давайте сделаем еще один замер два часа я с этой батареей проработал очень много работы отвлекаться больше не хочу а хочу закончить дополнение к тому ролику который вышел вчера со со своими мыслями со своими замечаниями я надеюсь мы с вами не прощаемся напишите в комментариях чтобы вы хотели еще увидеть и тему этого зарядного устройства я думаю в дальнейшем мы еще продолжим так обычная кб вот так вот 515 у нас было так и осталось так вот видим 80 процентов так было у нас 82 небольшая просадочка но опять же это без застоя так 468 было пускового сейчас 461 и выросла немного выросла сопротивление опять же нужен отстой батареи возможно она придет обратно к этим же значениям вот как-то так как-то так а вот теперь друзья наша ps закончилась дополнение наше завершено поэтому всем пока всем всего на самого наилучшего берегите свои батарейки пока пока